здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что подписываетесь на мой канал сегодня нашим гостем будет украинский политик геннадий балашов геннадий викторович добрый день приветствую спасибо что нашли время надеюсь на черпающие ответы единственно что позвольте мне все-таки скажу что я имею хорошую новость я открыл свой телеграм-канал поэтому пожалуйста подписывайтесь на него я там же дублирую и видео версии моих программ и соответственно аудио возможно кто-то не может посмотреть может машине послушать в любом случае все для ваших удобств так что ожидаю на обратную связь читаю комментарии и все что с ним связано вы также пожалуйста этим видео делитесь лайкайте комментируйте это для меня важно геннадий викторович значит сейчас идет серьезный такой кипиш относительно того что ну простите за сленг дали разрешение не дали вот эти мераморфозы последний день активно обсуждали что дали потом значит все переиграли особенно западные сми свои высказывания статьи заявления так что на самом деле происходит если это случится что нам ожидать вот я как раз ты думаю что если это случится а и ты знаешь я подошел к пониманию того ничего ну дали допустим дали не дали сейчас это пошел спор потому что вначале знаешь как youtube и социальные сети поднимают что вот дали байден сказал сын трампа высказался что они третью мировую собираются разжигать а я вот думаю что если наше командование получит возможность стрелять ну там на 300 километров вглубь ну и что к чему это приведет я думаю что сразу вот этот прилет по городам и такое кошмарение населения и одесса там 10 человек погибло и киев обломки падают на город моего моего сотрудника у него балкон там оторвало от от обломков это не прямое попадание от обломков усилилась куда они стрелять будут и к чему приведет стрельба дело в том что уже надо было понять и послушать того же самого генерала заложенного с прошлого года что противостояние зашло в тупик но и выстрелы по территории зашли в тупик путин не может добиться слома украины выстрелом по территории а путина невозможно заставить изменить свое политическое поведение путем обстрела его территории даже захватом курсины не изменилось его политическое поведение об этом салливан говорил на совете безопасности докладывая в белом доме он говорит что наши действия с санкциями с помощью украины не приводят к изменению поведения путина и задаешься вопросом а чё же не меняется поведение путина когда у него уже доллар по сто сегодня достиг сотни когда у него у набиулина якобы дрожат руки от предчувствия двадцать пятого года а эта ситуация заключается том что новый мир и который опирается на старый и путину не совсем нужно население ему нужны копальщики ресурсов и в данной ситуации как и венесуэле то есть они могут сидеть вообще с разваленной страной но самое главное что они контролируют ресурсы и в этом плане ситуация то сильно меняется в этом плане украина должна осознать что ну надо менять свое поведение все равно надо менять свое поведение идти на перемирие потому что не удастся не удалось и не удастся миру заставить путина измениться поэтому вот когда выписали нам эти якобы ракеты я вот сел и начал думать а решение главнокомандующего пульнуть по объектам в россии этими ракетами будет или это докажет то что это было бессмысленное требование с самого начала они не меняют вот события геннадий викторович но давайте все-таки уточним разговоры начались активные и обсуждение в прессе относительно разрешения байдена на то чтобы использовать не дальнобой а средняя будем говорить дальность ракет там 50 60 100 километров именно по ситуации в курской области потому что там присутствует северокорейский контингент военнослужащих армия корей и соответственно это как бы сподвигло байдена на принятие нестандартного решения которое потом возможно казалось фейком либо что-то там действительно приняли а потом дали заднюю но это уже так я думаю в этом контексте что вы скажете что это выдумано от начала до конца история с корейскими военнослужащих которые находятся на территории россии курской области я не знаю кто придумал корейцев как их попутали возможность бурятами но это раздувается очень хорошо на международной арене это подхватывают социальные сети поэтому фейковые военные сколько их там 20 30 2000 100 тысяч уже говорят о контингенте то есть я просто по цифрам смотрю они не соотносятся для того чтобы воевать с украиной завозить корейцев бред сумасшедшего и получается что бить по корейцам это значит не бить никуда потому что корейцев нет а если они есть то я думаю что они за пределами курской области и в количестве по которому бить нет смысла уже не собираются воевать то есть нам все время сливают какую-то информацию которая не соответствует действительности я не нахожу причин для путина нанимать корейскую контингент для войны в украине я также не вижу же ну как необходимости байдену на уровне президента уходящего принимать решение давать дальнобой чтобы убивать корейских солдат которых нет значит а все от начала до конца миф мы работаем с мифами а мифами пользуются политики сегодня то есть ложный посыл меняет поведение людей я не знаю зачем это запущено запутывается то ли кто-то специально то ли уже мы действительно ведемся только на заголовок а наша фантазия позволяет нам придумать такие заголовки вот может быть кто-то сидел придумал корейцев заголовку а его подхватили другие средства массовой информации оно донеслось до белого дома а белом доме престарелый байден посмотрел ну смотри корейцы я не позволю звонят там южнокорейским а вы там что считаете мы тоже наблюдаем корейцев нам нужно оружие отец в свою короче начинается какое-то из-за сообщения нас разрушают информационные технологии нас разрушают заголовки то есть короче не надо сильно верить мне кажется заголовком сейчас надо поумерить пыл потому что на самом деле происходит не то что происходит в жизни происходят другие события я даже не сомневаюсь что сейчас нас окружает колоссальное количество фейков в инфопространстве но про украинское инфопространство это отдельная песня что касается мирового уровня то честно говоря вот наличие столько вранья и неправды мягко говоря меня заводит в определенный такой тупик потому что я считал что некоторые сми очень сильно дорожат своим своими репутации оказывается они тоже используются в технологических процессах определенными политическими силами назад и это нормально ты же как представитель прессы ты знаешь что там стандарты bbc да там из трех источников надо подтвержденных иметь а сейчас смотри как они вашингтон пост пишет наш источник в белом доме фамилия имя должность кто наш источник уборщица вам рассказала сын трампа вам закинул в этот самый сообщение то есть на основе этого делаются выводы и включаются чтобы обсуждая обсасывая высказывания в твиттере сына трампа нет такой должности в америке сын трампа ну государственной есть просто сын трампа в определенном возрасте находятся что-то хочет доказать папе пользуется что он сын трампа чтобы папа его заметил печатает в твиттере не весь что вот что есть на самом деле а все все он знает он сидит за столом с папой хрена он сидит за столом папой папа его может не видит годами он таким образом обращает на себя внимание мы видим высказывание в информационном пространстве на собственном ресурсе сумасшедшем ресурсе высказывание маска сейчас знаешь что интересное появилось в америке очень много продается наклеек на теслу я купил оправдываются американцы покупают активно я купил теслу до того как маск сошел с ума и мы сейчас видим что вот представь себе у сумасшедшего ну представим себе что он действительно пошел с ума он имеет вот этот ресурс 200 миллиардов он в коже к президенту близко не близко и он же имеет вот этот шикарный ресурс как икс который как он говорит свергаю любого и у маска появляются такие заявления как найду любого и уничтожу который сказал что я взял российскость да а как а кому это угроза это угроза к то ли к жене бразильского президента то есть начинаются раскалывать страны на уровне семей потому что маск сошел с ума и начинает заявление такие делать он хочет переделать глубинную америку которая шатка валка 350 миллионов работают и достаточно успешно на протяжении 200 лет и ты уже понимаешь что сам трамп возможно не совсем понимает современные реалии силу возраста он конечно великолепный волчара съел красную шапочку но понимает ли до конца что он делает и как он катаватит весь мир своими даже назначениями и сейчас просто администрация трампа вместо того чтобы умериться начинает конфликтовать с администрацией уходящий байдена а байден начинает гадить который тоже не совсем понимает что происходит в мире то заявление надо делать теперь осторожней они приводят к войнам геннадий я может быть и не спорил бы с вами но понимаете вы находите соединенных штатах америки вы конечно лучше меня знаете за многолетнюю политическую историю сша выработался такой элемент как политические династии это очень важно определенные кланы и вот сейчас сына трампа его же как бы рассматривают да там династия я надеюсь другие династия династия трампов да которые там рожают и генерируют идеи и соответственно они могут противоречить но все же как бы это интересно и это можно обсудить а что касается украинских политиков но здесь такого нет у нас называется непотизм кум братсваса свет по комнате один зашел всех от себя подмял и все там по лояльности работают то есть это разные вещи в плане восприятия поэтому порой и оправдывается это тем что ну клан трампа родил какую-то мысль там гора родила мышь и мы там начинаем бегать по потолку я говорила представителей медиа сферы есть общее это сложно объяснить длинно объяснять но есть общее что порождаются новые деньги новые деньги в следующем поколении двух порождают политиков но условно говоря возможно дети маска кто-то пойдет в политику сам вас вряд ли долго там удержится но его деньги начнут в будущем работать на то что будут становиться политиками вот так вот у них организуются кланы через поколение но те которые на китайских опиумных войнах нажились породили нам байдена его дед убивал китайцев чтобы был огромный капитал который был вложен и у потомков были деньги чтобы учиться и потом идти уже долго делать карьеру в политике клан кеннеди взаимодействовал с гитлером и там зарабатывал деньги на войне не не напомню что отец кеннеди был если я помню бутлегером да и в двадцатых тридцатых годах это тогда а потом а потом уже как политик да да и а ну а его дети пошли в политику но самое интересное американцев наблюдают не то как кланы создаются и как эти капиталы начинают работать а в том как они заканчивают многих убивают в конце то есть останавливать целый клан наде клан кеннеди вырезали всех потому что они вошли противоречия с какими-то глубинными процессами в государстве америка и поэтому у нас по-другому но сейчас времен и у нас существует мы ее не замечаем у нас донецкий днепропетровский клан это сегодня об этом говорю они начали враждовать еще в девятнадцатом веке когда в начале в донецке была организована юзовская приехали а потом криворожский бассейн был открыт но что происходит дальше на этих местах начинает наращиваться промышленность много денег много чиновников и они высылают потом хрущев пришел от донецкого свое время а брежнев от днепропетровского его сместил и то кучма днепропетровского а потом янукович от донецкого они все время меняются потому что вот эти земли они самые богатые и дают вот это это у нас называется не кланы а где больше всего денег поэтому когда я смотрю на америку а где больше всего денег сейчас скапливается и мы видим что технократы ромас вами маск рванули в политику а зачем они рванули в политику а там государственные заказы огромные а там надо лоббировать интересы но сам выход их это значит бабки пекут ляшку вот трампу этому маску деньги пекут ляшку но вопрос заключается в том то как ты зарабатывал деньги в бизнесе это не значит что ты будешь успешным политиком политика тебя может убить это правда но кстати вот по поводу маска я читал как бы книгу автобиографическую и там было написано о том что маск сделал свой первый стартовый капитал на проекте двух инженеров который в общем-то был провален он же не дал деньги тут случайно министерство энергетики соединенных штатов америки влилось в эту компанию которую предложил маск и вложила сразу же 12 миллионов долларов для старта а что это означает что это все переплетено бизнес и политика я думаю хорошее знакомство и влияние они способствуют старту определенных таких вот людей которые потом становятся знаковыми и в бизнесе и политики ну да бог с ними есть еще формулировка дело в том что фунтизация происходит фунтизация бизнеса фунтизация политики и здесь тоже процесс очень похожи потому что в какой-то степени зеленский это фунт кучминого клана и ахметовского то есть они посадили фунта в виде президента у нас фунт сидит во главе правительства у нас функции фунты сидят в парламенте то есть происходит фунтизация когда вот эти кланы работают они взаимодействуют между собой но дело в том что это мировая фунтизация в америке возможно то что мы не видим они решают на некоторых людей повесить компании потому что нужно делать заявление компании находятся в безопасности акционеры зарабатывают деньги на фондовой бирже а им нужны сумасшедшие люди во главе которые делают объявления и мы видим вот такое явление это очень интересно но пока вопрос как бы скис сам по себе хотя начало было знатное практически гудело все мировое сообщество относительно принятия решения байдена ему там осталось немного чтобы передать бразды правления трампу а если он действительно ближайшее время подтвердит или реализует то что дало фальстарт во первых меня очень сильно интересует позиция украины в этих слоях понятно и она очень как считает украинскалась оптимистично а вот какой ситуации окажется трамп у нее там свои какие-то планы он разрабатывает стратегию по украине это выглядит определенной подставой как говорят международный аналитик в какой-то степени подстава потому что но обиды есть у байдена и навредить на будущие выборы у них буквально через два года начинаются выборы сена там будет смена и они уже работают на будущие выборы они спланируют не даже не на четыре года возможно на целые пятьдесят лет они примерно представляют что будет через пятидесятом году сколько людей ведет страну там планы свои разрабатываются и в данной ситуации навредить конкуренту а чего нет потом сказать что я же вас предупреждал посадить что вы выбрали ну как сейчас тоже самый порошенко говорит но выбрали же вы 73 процента вот это главнокомандующие вот она вам навоевала вот она идет дальше то же самое в америке происходит многие сейчас говорят что с трампом свяжутся потрясения в америке на него хотят слить все эти потрясения которые естественным образом пришли потому что и искусственный интеллект на подходе и переформатизация компаний и люди богатые стремительно богатеют то есть нужно переделывать структуру американского общества и в данной ситуации чтобы кто-то переделать надо что-то разрушить разрушить вот это спящее болото в данной ситуации трамп это делает но как правило политики этого уровня и и изучает личное дело то есть где ты родился какой ты человек что ты на самом деле будешь делать и когда ты смотришь на трампа у него есть свои мечты наверняка и я предполагаю помнишь дело по абрама соглашению когда впервые израиль заключил договора с арабскими странами и за это абрама абрамова соглашения трампа выдвинули на нобелевскую премию мира и сейчас когда он шел он все время говорит воин при мне не будет ему нужна нобелевская премия мира у него все есть ему 77 лет он фактически уходящий политик у него есть на четыре года спокойной жизни более-менее спокойной жизни если никуда лезть не будет но получить премию мира это его возможно фетер и он ведет эту политику чтобы заключить сделку и войны не было во всем мире чтобы ее получить и тут конечно же путин прекрасно понимает а у меня есть продукт я ключ к твоему миру но немножко отрез украины и они начинают на этом играть байден на этом играет а ты хочешь премию мира и я тебе чуть-чуть наврежу чтоб ты ее не получил потому что мне будет завидно мы старики очень завистливы всегда мы меряемся уже не с молодыми мы меряемся со своими сверстниками кто когда помер так что мы видим личные обиды и личные взаимоотношения и помехи конечно же трампу будут в плане получения им нобелевской премии мира я так это готовит поездку ермака в соединенные штаты америки для переговоров с командой трампа ну и там целый список людей которые туда отправляются вот у меня вопрос украинская позиция неизменно планы от представителей команды трампа мы слышали они вообще идут в порознь в восприятии ситуации между украиной и соединенными штатами америки что есть какой-то предметный смысл обсуждать или это начало изменения украинская это начало сдачи украины и расширение условных поросят сарасят представители американского бизнеса американского исследования в правительстве украины то есть думаю туда едет ермак как он уже не первый раз ездил представляет неких людей которых бы он хотел в правительстве оставить ну потому что американцы не могут захватить сразу всего правительства поэтому они согласуют так ну давайте так тот кто банк это наш этот наш министр финансов мы за это отвечаем а тут дальше надо уже расширяться на энергетику на промышленность и мне кажется что едут именно за тем чтобы уступать правительство потихоньку пока у них есть еще монобольшинство могут назначить кого угодно может быть маркарова уберут с послов и кинут на это направление кстати отдельная тема может быть мы не поговорим там уже говорят о странных кандидатурах но пока этого не произошло пока это как бы толочь воду в ступе но все же я относительно посла в сша который там туда заменит и это маркарова но продлить свое существование так вот я все-таки по украинской позиции это очень интересно да значит ну вот смотрите какая интересная тоже история а конфидан это министр иностранных дел турции анонсировал очень интересное движение на g20 эрдогана президента турции потом появилась информация о том что эрдоган планирует предложить вариант остановки войны по линии соприкосновения ну и в общем то станет основа это предложение на g20 который сейчас проходит значит потом русские сразу на россияне официальный кремль заявил что вообще этот план с ними не согласовывался их это не интересует и они его не воспринимают затем появилась информация международных сми что значит ничего делать эрдоган не будет потому что он понимает что это как бы бесперспективно украинская сторона тоже заявила свою позицию о том что она как бы не интересуется этим планом потом появилась эта хронология событий заявление официального кремля о том что по соприкосновении вообще любой план им не подходит они готовы только остановиться если им отдадут вот те области где они сейчас находятся речь идет о четырех областях я так понимаю речь идет по областным границам слушайте вот это вот история обычного человека очень сложно разобраться так что вообще нет никаких точек соприкосновения и процесса на обнаружение какого-то компромисса все настолько запущено думаю надо смотреть на будущее чем это закончится вот если придумать себе будущее чем она может закончиться а она может закончиться тем что устроить все ну потому что современные войны заканчиваются когда все довольны и все недовольны одновременно то есть доходят до некого результата которые принципе больше нельзя а меньше я не дам и в данной ситуации когда с этой точки зрения рассматривают еще год назад к этому выводу пришел и начал всем об этом говорить это первое что невозможно это отдать территории россии и кончить войну потому что есть международная ялтинское мировое соглашение второе что невозможно это выгнать россию с территории украины и и войска и когда ты из этого всего исходишь третье что невозможно отменить санкции с российской федерации и когда все это складывать что был довольно условно говоря китай россия украина америка европа и россия ты приходишь к выводу широкой автономии с особым статусом составе украины по 91 год но к этому результату надо будет еще прийти поэтому вот эти все заявления они все равно все время крутятся вокруг этой широкой автономии составе украины которая будет восстанавливаться возможно россии россия там будет сильно влиять но это широкая автономия последствия она будет присылать нам кучу депутатов киев которые будут не давать возможности менять конституцию которую они заставят в результате всего этого поменять убрать оттуда нато вернуть нейтральный статус будут превращать украину всю в нейтральную территорию всю буферную территорию с меньшим количеством оружия явно меньше с целью безопасности мира это будет так примерно звучать чтобы достичь мира во всем мире нужна территория ну прощая это конечно не принимается сейчас обществом украины потому что существует страх на который нажимают что у вас не будет оружия путин придет и всех убьет в обратку спрашиваешь а если у нас будет оружие нас не убьют не убьют я говорю хорошо а сколько должно быть оружие на какую сумму на триллион задаешь вопрос а у нас есть триллион у нас он предполагается триллион нас сейчас загрузили условно говоря там на 100 миллиардов и это как бы даже не очень комфортно себя чувствует а загрузят триллионов это поможет но это как вот с выстрелами на по курской области а это поможет я помню что россияне сразу отреагировали когда появилась информация они говорили что будут даже использовать оружие которое не использовали в случае на развитие такого сценария и конечно говорили о том что ответ будет у них особо агрессивный но тема пока скисла то есть погрязла в определенных метаморфозах думаю на когда стоит на поверхность уже окончательно разберемся что к чему тогда возможно поставим какие-то точки но я хотел бы обратить внимание на владимира зеленского он заявил о том что в ближайшие дни то есть завтра практически завтра будет 19 ноября верховном совете он представит план внутренней устойчивости украины знаете вот у меня есть тик ток и фейсбук и соответственно ютубы там очень сильно комментируют эти все истории значит в телеграме мне написали что у всех уже тошнит от этих планов изглавности гидности потужности водолюбности стейкости ну я бы так активно не реагировал на самом деле он должен что-то 50 тысяч слов в принципе есть в украинском языке подобрать есть его да но я просто провожу параллели да я пытаюсь быть нейтральным я все-таки журналисты я обязан быть нейтральным но все же во первых не первый раз мы говорим о плане во вторых некоторые планы если не основные которые говорил раньше зеленский они но не были реализованы на полную да как к этому относиться что это принесет нашу жизнь или это буря в стакане или действительно стоящее будет зрелище чтобы наблюдать за этим ну учиться ваше это внутренний план то есть на изглавности то есть внутри я думаю что это избирательная компания заявлено то они опубликуют некие веки на которые они будут так программа избирательного штаба господина зеленского который проправил пять лет довел до этого состояния теперь он вот незламность полная и вот эта незламность что она дает народу и он будет строить свою избирательную кампанию вокруг этого плана незламности по сути он себе вешает на бирку я незламный и сломалый а я незламный вот это сейчас самый крабрый бы нефтик это все ложится в его гиреализацию образа и этот план судя по всему и призван я думаю что парламент будет активно аплодировать все будут кричать ура и женщины чепчики воздух бросать и он будет представлять этот план незлам потому что он хочет быть незламным это на самом деле играют на амбициях самого зеленского понимает он это или нет но ермак блестяще играет на его амбициях и окружения людей которые ведут зеленского и они ему представили это ты будешь так как ты представляешь план незламности ты будешь незламным о черчилль чигевара революционер незламный сохранившись территорию сохранившись государственность сохранивший все правда потерял территории и так далее но неважно незламался это же я понимаю избирательный процесс на носу поэтому как бы делается так да 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 он завкидывает вот у нас будет незламный президент вот теперь представь тебе билборды из этого потом вылезут по всей стране а также они начали распространять газеты по печатные а также вывески они ориентируются на то что если везде говоришь что он незламный люди в это поверят и проголосуют за незламного у нас незламный потому что незламный пока что не на слуху потужный потужный сейчас все потужно подбирает слова потужный дело потужно они забрасывают социальную и мы обсуждаем они смотрят что прошло. Потужный немножко уже смешно. Потому что потужный на горшке сидит, потужно ходил в туалет. Люди уже это обыграли. А вот Незламный мне больше нравится. И они, наверное, все-таки это возьмут. Поэтому это уже не план контужности. Он план Незламности. Но в любом случае, я заметил, вы абсолютно правы, вот этот тремор избирательный, он как бы начинается. Можно ли так говорить, тремор избирательный? Я просто смотрю, Юлия Тимошенко, уже какая-то там идет реклама в Ютубе и в разных социальных направлениях о том, что да, президент крутой и все такое, но мы не круче или не хуже, чем эти крутые ребята. Мы за ними там дышим и в затылок. Юлия Тимошенко топ. Потом следующий, Петр Алексеевич. В общем, короче, пошла такая закваска. В общем, я думаю, что-то будет. Старый конь борозды не испортит, но глубоко конью спашет. Это точно. Ну, хорошо, тогда у меня вопрос. Если кризис рождает лидеров, давайте только без заложного, пожалуйста, потому что заложного сильно много у нас, даже там будем считать, что он действительно на горизонте существует. Ну, вот кроме него кто-то еще как-то шевелится? В этом же и проблема. Как-то не относиться к заложному, никого нету. Ну, они не дают никому подняться. Ну, по идее, должен был на посту премьер-министра Шмыгаль проявиться. Но он проявился за пять лет, что мы только Шмыгаль в мышь превратился. Кто? Глава парламента. То есть, где центр притяжения? А на сегодняшний день заложный, как центр притяжения, притягивает к себе олигархов. Ну, потому что в Лондон съездить это неплохо, поговорить с заложным это неплохо. Он все-таки посол, герой Украины. И, по большому счету, какая разница, какой окрас у заложного, если социальные сети или социальные исследования говорят, что все равно придет военный. Ну, хоть другой генерал, хоть заложный, но другой так и не пророс. Куда нам не дали прорости? А вы считаете, что в этом большой плюс, если придет к власти военный? Потому что многие говорят, что это все не будет сладко. Наоборот, будут приниматься нестандартные и незаконные решения. А мы же сейчас не говорим о том, это плюс или минус. Мы говорим, что это неизбежно. Ну, знаешь, завтра будет дождь. Это что, плюс? Зачем ты сказал дождь? Ты что, веришь в дождь? Мы против тебя, что дождь будет. Ну, военный придет, потому что война. Ну, потому что доверие больше военному институту власти. Ну, люди тулятся к силе. С заложным связывают какую-то силу. Против него работает ботаферма Зеленского. Многие с ним не договорились из олигархов, насколько я знаю, по политологам. Ну, наверное, и ездили уже к нему сдаваться. Но не договорились. И по большому счету, чтобы убрать Зеленского, нам нужен заложный. А хорош он или плохой, время покажет. Я анализирую, только могу проанализировать. Ну, детство у него получше, чем у Зеленского. Потому что тот родился с мамой в Монголии, сильно переживал и превратился в истерика. Ну, и плюс, и потомственный мент. Геннадий Икзович, ну, понимаете, Монсе когда-то такой чешский историк говорил, что элита – это не те, кто наверху, а те, кто способны. Я очень сильно сомневаюсь, а жить методами проб и ошибок уже просто вот здесь, понимаете, вот здесь. Но мы 33 года так живем. Так живем постоянно. 33 года. Ну, вот смотри, Зеленский заявил о том, что и абсолютно признал, что существует кадровый кризис во власти, который и до войны был масштабным, а после войны еще и усилился, ну и давая разговориться на эту тему. Меня, честно говоря, это очень сильно удивляет. Я, конечно, не политик, я журналист, но я много лет занимаюсь политическими процессами. Было бы желание, была бы политическая воля. А когда ты подбираешь людей по своей собственной лояльности, ладно, не буду комментировать ваше мнение. А суть заключается, что Ермак создал клуб Ермака, и он продал все должности. Уникальный человек, который пришел и продал право на управление киосками. Так как он с киоском пришел, он места на киоске продавал, он, в принципе, пришел в администрацию продавать. А там у них еще особый стиль сложился, когда, помнишь, это вскрылось, когда надо внести взнос, чтобы встретиться с Ермаком, кому-то. Ну, как бы в клуб Ермака поступает. Ты как бы фиксируешь с десятью тысячами, что ты такой, как он, ты пришел, ты коррупционер и просишь какую-то должность. И он эти должности все продал. А теперь вопрос, что делать Зеленскому. Зеленскому, если он не избавится от Ермака, он погиб, эти коты его погубят. Потому что если аналогию с котами проводить, что из сказки «Кот в сапогах», кот превращает людоедов в мышь. Как Порошенко в мышь превратили, как всех политиков в мышь превратили при помощи 95-го квартала. И сейчас де-факто он уже превращает в мышь Зеленского. Зеленский становится все меньше и меньше, и меньше. Вот у него было 73%, потом 60%, сейчас 24%. То есть куда ему стираться? И Зеленский должен принять кардинальное решение. От кого он может избавиться, чтобы поправить ситуацию? От Ермака. Ему надо заменить Ермака на другого вместе с пятью котами. И на них повесить все, что они делали. Хоть объяви их агентами ФСБ, народ в это поверит, посади их в тюрьму к Дубинскому. Все вот это сделай, и фактически ты себя очистишь, а себе подбери кого-то посильнее на будущее. Ну, кого ты считаешь нужен. Но решится ли Зеленский избавиться, от Ермака. А я думаю, это его единственный способ начать кадровую чистку с окружения. Потому что у него пять котов, которые он сказал, пять эффективных котов, менеджеров. И он говорит, я их не уволю. Ну, я не хочу выбрать. А во дворце президента уже воняет. Потому что коты имеют свойство ссать тапочки. Там уже все воняет мочой этой котячей. И это все дворец президента. Это все навел туда Ермак. Поэтому от Ермака избавляйся и заводи собак. Собак уже надо заводить. А вам не кажется, что может быть другой сценарий? Помните, Зеленский когда-то говорил. Ну, это так, гипотетически, что он идет на один срок. И вполне вероятно, что он готовит себе преемника. И, возможно, этим преемником будет как раз Ермак. Или это не история Зеленского? Ермака люто ненавидит. Я не представляю людей, которые могут проголосовать. Тут даже госаппарат не проголосует. Если за Зеленского еще как-то в фантазии можно представить, выгодополучатели проголосуют, у нас примерно 24% бюджета сейчас тратится на армию и на обслуживание государства. У нас ровно 24% голосуют за Зеленского. Это выгодополучатели. Они довольны Зеленским, все получают, но они не проголосуют за Ермака. Ну, потому что у него вообще симпатии нет. Ну, он самый худший боярин, условно говоря. С ним связывают весь безлад. Ермак везде. А раз Ермак везде, значит, он должен быть нигде. Он должен исчезнуть. Не может быть человек, который обладает полномочиями или страшнее самого хозяина. У него хозяины не боятся Зеленского, боятся Ермака, боятся Старова, боятся Пять котов. Они влияют на все. А Зеленский, кто боится Зеленского? Зеленским никто не сталкивается. Он сидит в норе, окруженный войсками, и оттуда зачитывает нужное Ермаку послание народу. Так что надо избавляться от Ермака, чтобы зачитывать послание народу, от другого. По сути, надо менять сценаристов. Ну, как по аналогии с 95-м кварталом. Ваш сериал уже не проканывает. Знаете, как все сериалы гибнут там на шестом сезоне хорошие. Ну, дальше уже все. Исписался. Вот Дикий Виталий журналист из Киева интересуется. А вот вы говорите, там, Ермак все всем попродавал. Я помню, были скандалы, связанные с его братом, да, по-моему, или каким-то родственником, который там что-то там шаманил. Ну, как бы это все скисло, и понятно почему. А вот у вас, вы же все-таки были ближе к этим ребятам, да, вы имеете политический опыт, знакомых и так далее. Вот на чем основывается? Есть документальное подтверждение, что он что-то продавал? Мне просто интересно. Ни у кого нет документальных. Я говорю с точки зрения, что произошло, ну, мы же с вами, ну, а почему не убирают коррупцию во всей стране? Ну, логика должна быть, Ладно, Ермак коррупционер, да? Ну, зачем ему коррупция во всей стране? И тогда ты приходишь к простому выводу. А потому, что он все продал. Ну, тогда, потому что я не мог себе объяснить никак, а так Ермак пришел с ларьков и организовал такую сеть коррупционера. У него же не было столько знакомых. У него не было такого потенциала кадрового. Это еще старый, там, у Кучмы потенциал кадровый огромный. Он может своих людей, знакомых назначать. Это же люди везде. Ты же знаешь, что любой политик хороший, он оброшит там тысячами людей. А Ермак пришел из Киевской администрации, голый, в принципе, и босы там, слойков. Не так много людей подчиняли. А тут, когда пришел, а тут всю страну покрыл. Тогда, когда ты понимаешь, каким образом? Это невозможно организовать. Это, нет таких способностей все поставить под контроль. Тогда выходит на авантазон одно, и ты видишь, как предлагал купить должность или предложить что-нибудь. Ты понял эту систему? Эта система работает и у Кличко. Она привычна для Киевской мэрии. Кличко сидит сверху, и от все должности проданы. Ну, там, метро, там, мы, это их потом ловят. Они от них, это не мы, это не я, но они с каждой точки просто носят вверх деньги. И таким образом, наверху сидит человек, который от всех принимает деньги, но он не коррупционер. Он же не в схеме. Вы же не видите, как он получает деньги. И это идеальная система государства, как это называется, Соскин правильно сказал, но он по отношению к Кучме это всегда говорил, а потом это все усилилось. Это стационарный бандит. Сейчас как раз Ермак выполняет роль стационарного бандита. И это привычно славянам, что у них обязательно кто-то сидит на голове и собирается всех дань. Это же монголо-татарская система. То есть Украина не так далеко в управлении государством откатилась. А так как мэры бастовали у нас местное самоуправление, там Садовой не такой, там Днепре мэр не такой, они сделали в Одессе, они тогда, ну там, мощная мафия местная на таможнях сидит. Тогда они придумали то, что когда-то делал Кучма. Представители президента, представители военной администрации сейчас на местах, они взяли все под контроль и таскают деньги вверх. То есть они, их задача выжимать и тоже продавать места слишком много денег, а дальше контролировать там уже все, но вверх деньги давать. Это схема, которая, она просто очевидна. Тут доказательства не надо, она есть, и прокуратура знает об этом, и СБУ знает. Но они их пока не берут. Это конкурсия, поэтому, в общем-то, не очень активно к этому управляются. Это общая мафия. Она вся сидит, смотри где, она вся сидит в парусе. Оттуда управляют и таможью, и всем, и прокуратурой, и назначениями. Это недалеко от банковой. А посмотри, как они вытесняют людей. Недавно, ну вылезло это, начали скупать недвижимость в Киеве, потому что денег уже столько, что не знают, куда их пихать. Появляется какой-то чувак, какой-то с Буга, по нему никакой информации. Покупает гостиницу Украина. Так, с рынка. Занал, можно сказать. До этого он купил гостиницу Днепр. А до этого они купили гостиницу Парус. Не гостиница, а это центр Парус. А у кого они? Кого они поставили раком и забрали, превратив его в оппозиционера? Господина Столара, которая семья овладела там частью, и они продали им. То есть они заставили их. Такие объекты не продают олигархов. То есть они сейчас идут уже за дел на будущее, и они скупают недвижимость, потому что понимают, что оберегать это в общем-то некуда. Ну, куда деньги складывают? Денег невероятно много у них. Они трудно себе представить. Но они, они не белые. Их надо сейчас отбелить через недвижимость, разукрасить. Но они также понимают, что они никогда не станут ни Ахметовым, ни Коломойским, ни Фирташем в силу того, что те времена уже канули. Заводы не могут пересудить. Я думаю, что Коломойский сидит, потому что, возможно, они хотят какой-то заводик у него. Вот заводы. Ну, а другой же рейдер идет, кремлевский, который, как говорят, взял и всю Донецкую область зарейдил. Просто отбирает все месторождения, все. И собирается, мне кажется, у него задача, это на ближайшие 20 лет так и заморозить место и оттуда просто вынимать рисунки. Без людей. Поэтому сгоняет людей другим. Кстати, вот по поводу яркого представителя системы, той, которую вы описали, помните, таможенника одного среднего уровня, который вез практически миллион долларов вверх с подписанными, обмотанными там деньгами. Ну, там фамилии даже были, говорят расследователи. Ну, правоохранители. Правда, потом рульты позатыкали моментально. И вот прошел тут год или больше. Потрясающие вещи. Оказалось, доказательной базы нет. Этого чувака назначили в какую-то там областную таможню. Он себе неплохо себя чувствует, не несет никакой ответственности. Но самое парадоксальное, что даже в интернете есть фотографии, где подписаны, замотанные пачки купюр фамилиями людей, которые находятся наверху в таможне и не той. Вот прекрасно. Мафия захватила администрацию президента. Но создавала это в свое время кучу. Потому что при куче началось то, что право управлять государственным предприятием покупалось на год. Ну, то есть люди приезжали во дворец, там через кого-то у него был помощник. Сам, конечно, он ничего не принимал. Ну, привозили там, допустим, припортовый Одесский. Вот 10 миллионов на год вперед. Делай, что хочешь. Ну, самое главное, конечно, чтобы он был более-менее в балансе, чтобы платились налоги или не платили. Но 10 миллионов за право управлять. А там уже сколько они зарабатывали? Сверху 10 миллионов. Трудно себе представить. И, по сути, консультанты, которые Ермака привели к власти вместе с Зеленским, по сути, они это и рассказали. Все очень просто. У нас 3,5 тысячи госпредприятий. У нас есть куча ведомств. Это все деньги. Это все товар. Это все супермаркет. По сути, когда мы смотрим на администрацию президента, это супермаркет. Просто во время войны к этому супермаркету добавилась армия, должности генералов, поставки оружия, деньги, волонтеров. Вот этому волонтеру можно собирать донаты, а этому нет. Вот этого советника мы поддержим, он будет миллион подписчиков и миллионы долларов собирать, а этого нет. И вот это вот все пошло, все на продажу. Супермаркет огромный. Другое дело, что мы с тобой туда сейчас не ходим, мы не можем ходить. Так я и при куче не ходил. А иногда они смотрят, прокуратура смотрит, а кто там еще остался недобитый? А, Балашовский недвижимость. Ну, давай на него 7 уголовных дел заведем. Он может отпишет несколько квартир. Классная история. Ужасная. Но такова жизнь, таковы реалии. Так все же, все-таки подытожить. Буквально одним предложением, президент лукавит, когда говорит, что кадровый голод и нет людей, достойных, как бы, занять важные посты в это время? А они всегда так говорят. Любой диктатор так говорит. Какая разница? А у всех голод. А что у Порошенко не был кадровый голод? У него сокурсники кончились, одноклассники кончились, сослуживцы кончились. Все, а кому можно доверить? А у этого кумовья закончились. Ну, четверть депутатов Верховной Рады сидят со структур 95-го квартала. Конечно, они закончили. 95-й квартал закончился. У Кущего подход был немножко другой, потому что он еще, вокруг него был красный директорат, и там кадровый голод он не мог закончиться, потому что он подбирал новых и новых, плюс киевских начал брать. Он поэтому 10 лет и проправил более-менее. А плюс еще олигархат насадил. То есть он как бы отпускал от себя заработки вниз. А эти не отпускают. Эти все вверх, все, как говорил клан Сопрано, этот, герой клана Сопрано. Деньги идут вверх, а дерьмо спускается вниз. И сегодня народ в дерьме, а деньги в администрацию президента. А у Зеленского кадровый голод на сбор денег. У него экономика не работает. Вот о чем он должен говорить. И она не работает из-за Ермака. Потому что он везде назначил ни профессионалов, ни людей, которые что-то будут делать по инструкции. Он просто продал места. Вот эта вот крупа, которая там с шестью миллионами. Но явно она в Хмельницке была в этом и возила куда-то наверх. Потому что ее сейчас прикрывают и говорят и шесть миллионов ей вернут. Главное, чтобы она молчала, потому что она может схему продать. Но когда я анализирую эту крупу, я смотрю, подожди, крупа, а ты что, при Зеленском появилась? Она появилась еще при Ющенко. Ну, на этой должности. А потом она перешла Януковичу, мафия эта, Хмельницкая, а потом она перешла Порошенко, при нем тоже никаких дел не было. Там парохоботы возмущаются, там, ой, крупа, крупа. Так она была сидела на той же должности при Порошене. А при Зеленском она расцвела, переборщила. Трог. Вот да, перенабрала, да, много налички и, видать, с кем-то не поделилась. Кстати, Игна Де Викторович, я должен нашим зрителям, возможно, кто-то не знает, но я хотел бы напомнить, крупа, это такая целая семья, там, круп. Так вот, женщина вот эта, она до сих пор возглавляет, возможно, сейчас на время расследования отстранили, она была председателем Хмельницкой МСЭК, то есть там давала инвалидности. По-моему, муж тоже какой-то там в счетной палате работал в какой-то филиале, а сын вообще возглавлял областной или заместительной главы пенсионного пенсионного пенсионного. Там все очень запаковано и круто. Но самое потрясающее в этой всей песне, я был потрясен вообще, значит, местный облсовет продлил с ней контракт до ноября 2025 года, а бабки, которые у нее взяли, это 600 тысяч, простите, 6 миллионов, у нее было дома, 6 миллионов, ей говорят, вернули, потому что это проблема не истории возникновения этих денег, это долго копошиться искать, а именно, что она просто не задекларировала, но она там какой-то штраф уплатит. А в целом речь идет о 6 миллионах налички, куча элитных машин, 600 тысяч в польском банке, это то, что он на плаву, гостиницы, земельные участки, несколько домов за границей, квартиры по Украине, ну, в общем, все очень солидно. Ну, да бог с ними. Это украинское местное самоуправление. Вот ты сейчас описал, что это, это настоящее украинское де-факто самоуправление, кумовство. То есть, какие-то кумы захватили всю власть, все должности распределили по родственникам и выдаивают область. А у народа ничего как не было, так и нет. И это в каждом регионе. Это правда. Местные церкви и вот эти вот решалы. Но, кстати, хочу сказать, что эту всю историю типа власть планирует оборвать. Они там принимают новый закон, согласно которому, значит, мсеки в этом виде будут существовать до 1 января 25-го года, а там все будет отвечать европейским форматом. У нас хлеб европейский, масло европейское, молоко европейское, да все европейское, но как бы ценности европейские, они как бы отсутствуют априори. Да, увы, проблема с воспитанием людей, пока голова не изменится, не будет требования сверху честности, порядочности, задекларированной и соблюдаемой. То есть до этого ничего не произойдет. Как бы лицензия на подлость продается из администрации президента. Причем это традиционно. Просто, наверное, при Зеленском они сошли с ума в силу своей безграмотности. Те как-то, ну, как обычно Кучма говорил, коррупции стало больше. Как будем с ней бороться? И там начинается какая-то борьба внизу с коррупцией, но как бы он считал, что коррупция для него это нормально, а все остальные должны, так сказать, поумерьте, немного берите. Каждому со своей поведения. А тут полный беспредел пошел. Причем он пошел уже снизу. Если раньше мог только генеральный прокуртор принять решение там какое-то, а все остальные как бы соучастники, то сейчас нижний уровень уже диктует вверх, потому что он уже все купил на год индульгенцию. Он носит вверх, деньги поднимаются. Они сформировали государственную мафию. То есть у нас, если вот по аналогии представить, если бы Пабло Искобара захватил Колумбию, ну, пришел к власти официально, его избрали, а такой вариант был, он даже депутатом стал, то представьте себе, во что бы превратилась в Колумбию. Она бы превратилась в Украину с сегодняшнего дня. Вы знаете, что Зеленский дал интервью украинскому радио несколько дней назад, там было столетие, и очень интересные моменты как бы подал нам. Он сказал о том, что он недоволен процессом мобилизации в Украине, сказал, что нужно кое-что изменить, критерии подхода. Ну и, в общем-то, на это откликнулся министр обороны Умеров. Он заявил о том, что Украина собирается отказаться к гусификации в планах внедрения новых механизмов для военной службы и отказа от принудительного привлечения граждан. Также, конечно, хотелось бы, чтобы это стало правдой. Посмотрим, как это будет, а не те же самые эти, только в профиль. ИС заявил о том, что у нас создаться новый орган. Значит, у нас планируется создание должности военного омбудсмена, который будет защищать права военнослужащих и уже там чешется возле Умерова несколько десятков кандидатур, которые как бы уже понимают и вгружают всю эту историю. А это же бабло. Очень денежная должность. Очень денежная должность. Я когда-то изучал, просто думаю, ну, человек по правам человека, там на Печерске, это огромное здание, там шесть этажей, по-моему, и они там сидят, огромное количество людей, которые сидят. А я так захожу туда, ну, одни чиновники думают, ну, что мы бабки имеем? А потом мне объясняют, они же там адвокаты, а ты представляешь, сколько людей в тюрьмах сидит? А запрос вот этого амбудсмена сколько стоит? А мы готовим это. А она подписывала. А потом ты смотришь, этот амбудсмен каким-то чудом оказывается твоей соседкой, и ты смотришь, да, она еще бурашила столько денег. А она все время права человека защищала. Поэтому, когда появляется военный защитник прав человека в Украине, ты должен знать, что кого назначат, это уже богатый человек. Потому что в тюрьмах будет очень много военных сидеть. Очень много. Мы предполагали то, что власть предаст военных. Она их уже неоднократно предавала путем посылки, не дает возможность уйти с войны. А завтра у нее будет стоять задача нивилировать войска, если отменить военное положение. Куда их девать? Самое лучшее, это потихонечку на некоторых заводить уголовные дела и отправлять в Луфьяновское сезон, в тюрьмы. Ну, чтобы они занимались там делом. Тапочки шили. Потому что иначе они угроза государственности. Сегодня в армии у нас находится не знаю там тысячу триста миллион триста. Воюют в большей степени наверное двести тысяч. А остальные все смотрят и подносят патроны. Или участвуют в схемах в армии. Эта диспропорция приведет к тому, что у армии скопятся несметные деньги. Их будут сажать, а они им нужен будет албусмен отдельный. Ну, знаете, Геннадий Викторович, вот вы коснулись относительно зарабатывания мнений. Не исключаю, что такое вполне вероятно, но депутаты тоже всегда решили этой историей. Даже ходили ценовые расценки. А можно так говорить ценовые расценки? Ну, короче, прайс на запрос депутатский и на все остальное там, а двух с половиной тысяч и выше. Ну, было так раньше, по крайней мере. Сейчас не знаем. Когда-то это работало. Когда-то министерство отвечали на депутатские запросы. А сейчас, мягко говоря, посылают и выбрасывают или дают отписку. Раньше депутатов опасались. В мое время депутатства меня сам министр ЭБД принимал и возвращал права с изведениями. Это было раньше. Сейчас депутат это ноль. Бесправный ноль. Дубинский депутат ноль. Глава комитета послала Шуприч ноль. Есть 111 статья. Шевченко новый пострадавший ноль для них. Все депутаты нули, они это понимают. Какой запрос? Только по поручению Офиса Президента можно дать. А Албусмен это немножко другое. Потому что там есть полномочия, в том числе международные. И она поднимая эту волну хорошую Албусмен фактически является с одной стороны и защитником власти и нападающим на власть. И поэтому с ней стараются договориться. Потом ты должен понимать, когда сидит такая гора чиновников в 6 этажей в офисе защитников прав человека. А что такое права человека? Это же Европейский суд по правам человека. Это же баллы для государства, которые теряются, когда проигрывают этот суд. И это все связано. И поэтому Албусмен это важная фигура будет. Потом он имеет право приехать в тюрьму проверить. Он очень дорого, заключенный, богатый, например, Коломойский заплачет Албусмена, чтобы он приехал и защитил его права. Он приедет. Да, Геннадий Игоревич, кстати, вы говорите в женском роде, говоря об этой должности омбудсмен. Да, действительно, женщину возглавляли. Но сейчас у нас мужик такой, глубинец, и он меня поражает до глубины души. Значит, помните, когда принимали закон о мобилизации, он говорит, ну да, там несколько статей нарушается Конституция, конечно, негативный закон. Но мы его как бы подкрепляем своим согласием, чтобы его приняли. И если копнуть, то там практически вот эта парадигма или эта схема работает постоянно. Вот такие чиновники и такое отношение к своим обязанностям. Но это же большая беда для государства. Сейчас должна быть прививка от того, что монобольшинство парламент это очень плохо. Это приводит к диктатуре в государстве. И поэтому появляются некакие чиновники. Простите, но это же зависит от человека, если он действительно политический деятель, а не политикан. У нас примерно одинаковые с тобой параметры, у всех людей одинаковые параметры. Умственное развитие, образование, рост, вес. Сверхрабрых общество убивает, сверхсвободных оно отпускает. А в целом люди, они примерно одинаковые. И если ты им создаешь условия сидеть в болоте, квакать, собирать у лягушек дань, это будешь сидеть в грязи, в болоте. Что ты можешь повлиять? Ну нет другой территории для тебя. А если ты живешь в других условиях, в свободном мире, например. Это, кстати, вот люди, которые выезжают с России, с Украины, с постсоветского пространства в Америку. Они здесь все превращаются в американцы. Ну, взятых не берут почему-то и не дают их. А что такое? А некому. А у нас дают и берут. Кума свой есть. У них не назначат кума начальникам. Им нужны профессионалы. Поэтому среда, которая создана в Украине, на всем постсоветском пространстве, мы очень похожие страны, как славяне. Хоть россияне, хоть украинцы, хоть белорусы. Мы все себе царя. Без царя мы не можем. А, соответственно, без бояр. А, соответственно, кланяться надо. Мы можем себе вот Украину представить скорее президента без украинцев. Это мы можем представить. А вот украинцев без президента это невозможно. Цель, в принципе, должна быть такая фантастическая избавиться от президента. Вообще от этого поста. Ну, он порочный. Он ненужный. И если власть в парламенте, то тогда там будет несколько фракций, будут грызться, кусаться. Тимошенко будет грызть этого Порошенко, Порошенко будет кусать еще кого, для школ. Не важно. Но это будет мир. Но мне кажется, что все-таки если даже президент и должен быть, то он должен быть с формальными как бы полномочиями, а вот основной нести до тяжести грузы бремя как бы всей этой суеты, конечно, исполнитель, ну как, руководитель исполнительной ветви власти. Там, например, премьер-министр. Во многих странах это работает замечательно, и президент уживается, правда, не может прыгнуть выше головы. А что касается Соединенных Штатов Америки, там вообще президент это глава исполнительной ветки власти. То есть, в общем-то, это премьер-министр. Но очень ограничен законами, парламентом. Парламента, которые там находятся в разных палатах парламента, они как бы быстренько сплетут лапти, если что-то пойдет не так. У нас же каждый президент сто процентов, который приходил, рассказывал, что он этого делать не будет, но все аккумулировал под себя. Но я о другом. Такой есть Венеславский, очень противоречивый человек. Он там был представителем в Конституционном суде Зеленского, когда это все разваливали. И он сказал, что вот он спал, ему приснилось, или где-то социологи нашептали, что украинцы хотят видеть вот такого сильного президента и за него будут голосовать, потому что это ментально внутри нас. Что за туфта? Думаю, он прав. К сожалению, мы все время хотим сильного президента. Мы не хотим доброго, мы не хотим отзывчивого, мы даже не хотим умного. Мы хотим сильного, мы хотим быстрого. Вот эта проблема славянства, давайте быстро, а многие процессы поколениями меняют людей. И в данной ситуации, мне кажется, Венеславский в какой-то степени опять же намекает на сильного генерала. Ну потому что что такое понятие для тебя сильное? Ну опиши мне этого сильного. Это Кличко боксер, чемпион мира, может и Усик уже современный, а может быть генерал. А кто тогда сильный? Кто под эти рамки подходит на сегодняшний день? Генерал подходит. Ну потому что у нас армия вторая в Европе или первая там у Зеленского в голове. Ну так же? Почему они в военной форме выходят? Они хотят примазаться к армии. Так что это спид славянских народов. Сильный этот, как его, Лукашенко сильный президент. Тот, что в кое за яйца берется, за хлеб берется, за кукурузу, за все контролирует. Цены ему нет. У народа. У масс. Да и вообще, как выставить, как приведет вот их всех в цеху, как построить, как начинает чехолить. Вот это народу нравится. или Путин. Ну сильнючий, это же, как только посмотрит, уже все обделались. Сидят, хлопают его и аплодируют. И Зеленский ту же самую роль, он постепенно превратился в того же самого аплодисменты. Вот сейчас я тебя уверяю, по плану, как он там называется, незламный, парламент будет стоять по пять минут аплодировать. Какой гениальный план. А этот план будет заключаться только в том, что мы незламные, то есть я незламный. Я сильный, незламный, поверьте мне, я иду дальше быть сильным и незламным. Я же доказал, что я незламный. Смотрите, в Украине ничего не зламалось. Все зламалось. Ну, следим, конечно, историю с представления этого плана. Это тоже будет предметом для нашего обсуждения. Геннадий Викторович, я очень вам благодарен. Час пролетел за 10 секунд. Вы очень интересный собеседник. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Спасибо за ответы, за вашим... Спасибо большое всем, кто смотрел. Пожалуйста, делитесь этим видео, лайкайте, комментируйте. Как обычно, я хочу напомнить, что сегодня нашим гостем был украинский политик Геннадий Валашов. Я всем благодарен за то, что вы подписываетесь на мой канал. Кстати, у меня создан и телеграм-канал. Прошу подписаться. Там очень, мне кажется, будет интересно. И, по крайней мере, вы можете поделиться своими мыслями, так же, как и я. Не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени встретимся. Всего хорошего. Спасибо большое всем, кто смотрел. Пожалуйста, делитесь этим видео, лайкайте, комментируйте. Как обычно, я хочу напомнить, что сегодня нашим гостем был украинский политик Геннадий Валашов. Я всем благодарен за то, что вы подписываетесь на мой канал. Кстати, у меня создан и телеграм-канал. Прошу подписаться. Там очень, мне кажется, будет интересно. И, по крайней мере, вы можете поделиться своими мыслями, так же, как и я. Не теряйте оптимизм через небольшой промежуток времени. Встретимся. Всего хорошего.